Запускай двигаться Мы столкнулись с такой историей, что те аккумуляторы, которые у меня были, они не подходят Они нагреваются почти 120 градусов И я боюсь, что просто вспыхну И буду свечой лететь в небе с температурой 2500 градусов Большое напряжение Нам надо большое напряжение А дальше мы просто считаем ватт-час запасенной энергии, сколько нам примерно надо Это все легко считается Не вопрос Мы заканчиваем горку Выглядит вот так Сейчас Алик устанавливает саморезики, чтобы держалась крышка Я сделал поворотники, габариты и тормоза задние Внутри пришлось разбираться, конечно полностью Хаос навели, хаос, ура, торжествует Ну, в результате разобрался с проводкой наконец-таки Все панели сейчас уже буду крепить Работа, конечно, такая творческая Потому что собираем из всего Могу показать, из чего получается Вот Олег тоже пытается что-то найти Что ты делаешь? Шестигранников Короче, пришлось разобрать часть электроники с дрона Разъемы с батарей Разобрать прикуриватель Его, кстати, используем для подключения GPS Это да, это серьезно Ну, что еще? Вот эти провода все использую Вот Винты готовы, кстати, хотел показать Вот они Вы обратили внимание, что они необычные Это потом расскажу, что это такое Так Олег, чем вы будете сейчас заниматься? Крутить вот эту штучку Не надо так Хочешь, чтобы я сейчас это говорил? Скажи просто Ты единственный подстриженный А вот он подстриженный Скажи Нам нужно понять, дает ли аппарат двигателей Этот винт, в частности, нужную тягу Чтобы взлететь Нам сколько надо? Килограмм? 50, да, Саша? Да, 70 килограмм На самом деле, если так посмотреть У нас лежит блок аккумулятора по 16000 мАч Для этих двигателей это маловато Совсем мало Еще нужно по две банки добавить Но пока что то, что есть у нас Вот 6С 1 22 вольта То есть суммарно у нас получается 12-14С должно быть Движки у нас спрятаны Импеллерная группа, как мы ее называем, она готова Это моя тоже ноу-хау Винты пересекаются между собой Если так посмотреть, они очень близко проходят Начнем испытания, посмотрим, какую тягу все-таки они дадут в этом кольце Ну что, поехали? Да, мы поехали Вариантов нет, потому что он очень жестко ехал То есть для полетов нормально было абсолютно А если ты разгоняться начинаешь где-то 40, уже некомфортно Поэтому чуть-чуть подкорректируем Для того, чтобы сделать новую подвеску переднюю Нам пришлось изготовить рессору Углепластиковую из композита Олег ее изготавливал Я проектировал Вилки Изменить проушины Усилить элементами Сделать их дюралевыми И самое главное Это все очень точно подогнать Мы сначала все сделали на стапеле А теперь мы устанавливаем сейчас уже на боевой аппарат Чтобы протестировать управляемость И уже тогда будем подгонять, делать красоту окончательно В результате у нас получился вот такой замечательный аппарат Greenfly New Но есть одна проблема Связанная с аккумуляторами и с двигателями Поэтому я попросил консультацию с нашего друга Алексея Алексей, приветствую Спасибо, что вышли на связь Хотелось бы уточнить Вот у нас на беголете установлены колеса Достаточно мощные Но скорость чего-то не можем поднять Вот 25-30 км в час А нам нужно 40-80 Подскажите, как нам лучше поступить с этим Как увеличить эту скорость беголета На вашем беголете установлены моторы Polaris Это одни из мощных моторов Которые могут развивать довольно большую скорость То есть они маловитковые И могут развивать скорость Ну, скажем, до 100 км в час При определенном напряжении Скажем так, от 70 вольт до 100 вольт На вашем беголете установлено два таких мотора Вот, так что если надо большую мощность То мы должны уходить в 100 вольтовое напряжение Но единственное, должен быть очень грамотный контроллер Который бы следил А, за... Чтоб все колеса вращались одинаково Чтоб его не заносило Потому что в велосипеде у нас стоят колеса так Вот так, да? А тут у нас вот так И вообще, как бы, должны они одинаково вращаться Алексей, вот смотрите Мы приобрели у вас вот этот контроллер И хотим именно на этот GreenFly Подскажите, вот этот ФИТ-18, он подойдет к нам? Эти контроллеры Вот сейчас у нас самые модные контроллеры Infineon 6, 12, 18 фетовые Которые позволяют, скажем так От 2 до почти там 6 киловатт С небольшим развивать, скажем так На нагрузке мощность Вот они Да, Алексей, еще подскажите, пожалуйста В какие аккумуляторы лучше поставить? У нас стоят небольшой мощности Но, в принципе, какие подобрать? Потому что мы хотим и взлетать на этих аккумуляторах И летать, и ездить Что в нашем случае возможно сделать? Давайте рассчитывать то, что есть Смотрите, то есть у нас летная конструкция Она не может иметь тяжелый аккумулятор Мы не можем туда поставить то, что мы ставим Например, на автобус Там литий-фосфат Литий-титанат Все такое большое Тем более старинные аккумуляторы Типа свинца Там никель-кадмии И так далее Все это не пойдет Иначе эта штука в воздух Не полетит Значит, мы должны максимально легкие аккумуляторы иметь Вот Что у нас максимально легкие аккумуляторы Это литий-ионные аккумуляторы Это вот максимально легкие И тренд сейчас именно на это То есть они примерно там 200-300 ватт Ватт сейчас запасенной энергии На килограмм веса Так что это самые легкие у нас И элементы сейчас довольно много Каждая фирма в топике Всегда имеет у себя максимально Ну скажем, заряженную батареечку, аккумулятор Который можно вот как бы присмотреть Значит, что мы должны понимать То есть если у нас транспортная капсула Должна разгоняться до какой-то скорости Чтобы потом ей будет Чтобы ей легче потом подняться То есть надо выдерживать высокое напряжение Можешь уходить даже там в 150 вольт Или в 200 вольт То есть чтобы разогнать, скажем, эту капсулу Вот Если это просто надо для рулежки Ну просто чтобы выехать, скажем, там На взлетные полосы Или уехать с взлетной полосы То это можно иметь там напряжение Там спокойно 36-48 вольт То есть тут надо это понимать Вот Если надо что-то средненькое И порулить, и может помочь взлететь Ну может что-то среднее Имеет там 72-80 вольт напряжения Но наверное все-таки я бы уходил Высокий вольтаж То есть это 100 Ну скажем так 90-140 вольт Вот примерно в этом диапазоне Есть контроллер Которые с удовольствием Скажем, эти моторы будут крутить Вот А дальше как бы У нас взлет, скажем так Этой капсулы Ну скажем, промежуток не очень большой Я не очень... Ну наверное там 200-300 метров Я думаю, что при максимальной мощности Все эти моторы выдержат эту нагрузку И дальше, когда уже капсула взлетает Мотор отключается И уже он идет уже на другом моторе Вот Значит повторюсь Это Большое напряжение Да, еще одна проблема Вот Алексей Ушел со связи Но у меня вот осталась вот эта штука Это управление газом Вот на электродвигателях На обычных велосипедных Ну вот можно ее использовать Но у нас по частоте не совпадает Она вот с этой штучкой Это контроллер управления Мощностью двигателей Именно в полете Поэтому я вот такую штуку нарисовал Вот Не знаю как показать И теперь предстоит ее Сделать Но это уже наверное совсем не будет Уверен, что дальше будет интереснее До встречи на моем канале Бегак ТВ Субтитры сделал DimaTorzok